Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы всегда найдёте, что посмотреть по танкам, и как только в игре что-то появляется, я сразу выставляю свежее видео, и буквально пару минут назад появилась рулеточка на Объект 3.7. Классная машина, да, пускай не самая имбовая, но поиграть на ней с удовольствием вполне себе можно. Если хотите ничего не пропускать в отношении новостей в нашей игре, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Ну а теперь давайте обсуждать рулетку. В отношении стоимости. По стоимости рулетка, ну, приближена к объективной цене, но всё-таки немножко далека от неё. Подкачивают последние два прокрута. Кстати, на последние два прокрута, скорее всего, придутся как раз танки и легендарный внешний вид на данную машину. Если вложитесь до 14 прокрута включительно, то за всё про всё заплатите 20 090 голды. Ну давайте округлим до 20 косарей. Что вы получите за эти 20 тысяч? За эти 20 тысяч, если вам выпадет машина, вы получаете танк, если не будет легендарного внешнего вида, значит без него. Но при этом всём, получается, вы забираете себе 6 мистических контейнеров, забираете себе 6 штучек, собери их все, и забираете себе 2 черных ящика. Плюс к тому всякого рода дополнительные ништячки. В целом, можно сказать, что за 20 тысяч вы берёте неплохой набор с объектом 3 топора и, соответственно, с контейнерами. Но если вам всё-таки не сильно фартанёт, то тогда, если вы заберёте машину на предпоследнем прокруте, а шанс выпадения тачки, кстати, 0,04, что крайне мало, вы заплатите 25 590. Ну а если будете платить полностью всю стоимость рулетки, то общая цена рулетки 29 340, и это действительно очень дорого для объекта. Ну что, давайте покрутим. У меня не особо много голды на твинке, на основе данная тачка есть, поэтому на основе выкатим её из ангара буквально через пару минут, а здесь попытаемся достать за тройку другую прокрутов. Поехали! Скорее всего, сейчас на первых прокрутах заберу себе несколько раз серебро. Если сильно повезёт, то вот, пожалуйста, свободка за 50 голды я бы свободочки 10 тысяч прикупил себе на основу. Есть велика вероятность того, что заберу себе x10 в количестве трёх штук, ну и, скорее всего, либо анимированный аватар, либо обвесик D2. Но, слушайте, удивляет, удивляет. Неужели это та рулетка, которая на первых прокрутах выдаст мне чего-нибудь вкусного? 100 голды. Ну, можно сказать, топчусь на месте. Топчусь на месте, крутим за 200. Удивительно, что серебро не выпадает, вот это меня очень сильно удивляет. А, ну всё, всё, удивлений больше нет. Нормально, ничего удивительного, ребят, не происходит. Серебро всё-таки будет у меня в копилке, хотя, честно говоря, за такую сумму голды в жизни бы не покупал столько серебра. Это, можно сказать, в лучшем случае два боя победных, точнее, в худшем случае. Два победных боя на каком-нибудь лёвчике стареньком бородатом, и сотка у тебя уже в кармане. Три раза подряд, три раза подряд кредиты, и, блин, ну дорого, дорого они мне обошлись. Ребят, поддержите лайком за потраченное, потому что, ну реально, не совсем соизмеримые затраты идут. Мистический контейнер, открываем. Вот так вот. Я только не могу понять, это мистики старые, что ли? Так, что внутри? Да, ребят, это старые мистические контейнеры, прикиньте. То есть, получается, не новые там, где ты собираешь себе мистики следующего уровня, а просто, просто шанс выпадения мистического сертификата 5% и всё. То есть, дальше ничего не улучшается. Ну ладно, поехали, раз так, значит так. Честно говоря, поначалу не обратил внимания, а чё я не открыл их? Ладно, сейчас мы это дело исправим. Поначалу не обратил внимания на то, что это старые мистики. Как-то не кинулся глаз на отсутствие... Ох ты! Ох ты, ничего себе! Мистический сертификат! Ну нормально, нормально, открываем ещё один мистик. Слушайте, но я удивлён. Я удивлён. Сколько я потратил? Ну голему, грубо говоря, тысячу я потратил сейчас. Ну давайте откроем мистик, посмотрим, чё там, а там дальше, поедем дальше кролить. На! Т-55А! Девятка выпадает! Ну слушайте, я в окупе в любом случае. Я в любом случае окупился. Да, нормально, нормально так в этот раз мне повезло. Без вопросов. Но всё-таки интересует объект 777-й, хотя я понимаю, что я его не заберу. Последняя крутка, ребят, чисто, чисто из принципа. На большие голды не хватит, продавать танки я никогда их не продаю, для того, чтобы пополнять золотую копилку. Чёрный ящик. Ну давай, давай чёрный ящик мне, 200 золота. 200 золота! Прям как в воду глядел ГСН. Ну слушайте, если с таким раскладом, то получается, что я окупился. Но только помните, что не факт, что вам из контейнеров тоже выпадет танк, который будет ничем не хуже, чем сумма потраченной голды. Поэтому, ребят, крутите с умом, а я перехожу на основной аккаунт, чтобы выкатить объекта 777-го 2 из ангарчика. Перед тем, как выкатывать объекты из ангара, давайте сразу обсудим все за и против, и сразу посмотрим технические характеристики. Сделаем это максимально быстро. Первым плюсом данной машины является то, что она крайне малого роста. Если сравнивать с другими машинами на 10 уровне среди тяжей, то, как вы видите, ну, можно сказать, чифтейм. Машинка не сильно высока ростом, но всё-таки объект ещё меньше. И это позволяет довольно-таки прикольно отыгрывать от каких-то неровностей. Ну и, в частности, отыгрывать за какими-нибудь укрытиями, типа разрушенных зданий и так далее. Короче говоря, рост это её плюс. Ещё один плюс, это хорошая зализанная башня, которая позволяет получить огромное количество прибедённой брони и в башню пробить действительно очень сложно. А комбашинка такая маленькая, что, по идее, её выцели. Короче говоря, по башне пробивать практически нечего. Но есть и минус-минус. Это вот этот передний бронелист. Нижним его назвать язык не поворачивается, потому что реально он стоит практически под 90 градусов. И пробивается он действительно легко. Прячьте вот эту зону и, в целом, танчик довольно-таки интересный. В отношении технических характеристик по орудию. По орудию здесь, в принципе, сбалансировано всё довольно неплохо. Приятное время в сведении в 3,2. Неплохая точность при разбросе 0,340. И вполне себе реализуемый ДПМ в 3020 единиц, если, опять-таки, повторюсь, будете прятать свой нижний бронелист. Время перезарядки вполне себе комфортное. 8,5 секунд. И каждый выстрел даёт по 430 единиц среднего урона на базовом снаряде. Плюс к тому, стоит отметить, что у машины не сильно хорошее пробитие. 250 единиц это маловато для 10 уровня. Но, в целом, играть можно. Ну и, в конце концов, если вдруг прям совсем не хватает, заряжайте мои горячо нелюбимые аккумулятивные снаряды. И получайте пробитие в 340. Хотя, лучше бы сюда как раз подкалиберные поставили, а на основные поставили бронебойные снаряды. Ну, ладно, как сделали, так сделали. Стоит отметить, что существенным минусом машины также является существенный минус 6. Который действительно не очень приятно отыгрывается где-то от неровностей. Но, в то же время, ребят, эта цифра вполне себе привычна для тяжёлых танков Советского Союза. Поэтому меня эта цифра, когда машина появилась в игре, абсолютно не удивляла. Ну что, убеждаемся в том, что попадаем в обычный бой и поехали посмотрим, на что он реально способен. Ну что, друзья, погнали. Ехать налево к точке А и уж тем более к точке Б мне дорога, как говорится, заказана. Потому что угла склонения орудия нет, а там одни сплошные неровности, особенно возле точки Б. Я поеду продавить в направлении тяжёлых танков, если там кого-то встречу. Если никого не встречу, ещё лучше захвачу точечку и буду отстреливать из-за камней. В отношении подвижности и манёвренности. Танк вполне себе приятный. Для тяжёлого танка ничем удивительным не обладает. Это, безусловно, не пиранья, которая летает, как угорелая по всей карте. Но, в то же время, это не старый дед-из, на котором еле едешь. Ну и уж тем более не маус. Короче говоря, играется вполне комфортно, вполне приятно. Ну что, захватываем точку и давайте будем пытаться заценить орудие. Если сейчас получится, то заценивать орудие будем ещё и на дальних расстояниях. Так, по разбросу, как вы видите, разброс не сильно большой, даже на дальних расстояниях. Я понимаю, что хотелось бы, чтобы было немного... Зачем я сейчас нажал на выстрел? Но это мой фейл. Вопросов нет, фейл мой. Я понимаю, что хотелось бы, чтобы разброс был немножко меньше. Но всё-таки это тяжёлый танк с неплохим разовым уроном. Поэтому жаловаться на то, что он действительно там слишком большой разброс имеет. Но это будет уже совсем кочунство. И должны быть всё-таки в нём минусы. Как сейчас в Минотавра не попал, не понимаю. Вроде бы в него трассер летел. Ну ладно. Как и есть, так и есть. Поехали дальше. По машинке могу сказать следующее. Мои личные впечатления. Не сильно часто на нём играю. Просто потому, что есть другие любимчики на уровне. Но каждый раз, когда я беру его в руки, я получаю удовольствие от игры. Мне как-то вот зашёл он. Зашёл с самого начала. И несмотря на то, что любимчиком не является. Из-за того, что машина доставляет мне удовольствие в боях, когда я её беру. Я могу сказать о машине в большинстве своём позитивно. Не могу сказать, что... Не могу сказать, что он прям когда-нибудь станет моим любимчиком. Единственный вариант, при котором любимчиком он станет, это если вдруг ему всё-таки улучшат угол отклонения орудия. Ну а так в целом покататься можно. И я знаю ребят, которые отзываются о нём исключительно позитивно, играют на нём постоянно и делают довольно неплохие результаты. В данном бою поехал он в направлении, на котором практически никого не было. А если быть точным, то никого не было. Не считая вот этих вот товарищей, которых встретил объехав полкарты. Поэтому результата по настрелу какого-то умопомрачительного, понятное дело, не будет. В целом, по танку можно вполне спокойно за бой собирать по 2500 единиц урона и делать это практически не напрягаясь. Ну давай, поднимись чуть выше. Ладно. Обождём. Броня отрабатывает довольно неплохо. В целом можно рассчитывать на то, что танковать будет получаться. Не могу сказать, что прям всегда, но в целом вполне себе даже успешно. Сейчас, понятное дело, получу в Бортину. Ну как без этого? Ну и вот так вот. Как-то приблизительно так. Где ещё один? Ну нет, не добирай его. Оставь мне, пожалуйста. Спасибо тебе большое, что ты его не добрал, хотя сделал ты это случайно. Короче говоря, ребят, если говорить о ценнике на данную машину, то в составе какого-нибудь хорошего набора, типа набора танк легендарный внешний вид плюс контейнеры, можно машину брать вполне спокойно тысяч за 20 вообще без грусти. В отношении 29 с копейками, которые просят за рулетку, безусловно, очень дорого. И рулетка, если крутить её до конца, того не стоит. Но, как я уже говорил, если вдруг вам повезёт достать данную машину где-то на предпоследнем прокруте, а желательно за 2 прокрута до последнего, то, соответственно, на 9 тысяч дешевле машину заберёте и получите её за 20 с учётом контейнеров и всякой лабуды, которую туда ещё положили в рулеточку. И в таком случае, да, действительно, рулетка того будет стоить. В моём случае мне повезло немножко больше. Мне выпал ещё танк 9 уровня, но это не более чем везение, и рассчитывать на то, что у вас будет то же самое, я бы не рекомендовал. Также удивил своим присутствием мистик старый, но это уже совсем другая история. Я пошёл снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, крутить рулетку с умом мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.